Мужество и отвага, любовь к родине и ненависть к врагу. Все эти качества, которые помогли советскому народу одержать победу Великой Отечественной, проявились уже 22 июня 1941 года. Среди 3000 казахстанцев, вошедших в бессмертный гарнизон Брестской крепости, сражались Владимир Фурсов и Каписбай Иманкулов. Ревут самолеты и танки гремят, дымится гранит опаленый. Фильм «Прыжок на заре» рассказывает об армейских буднях воздушных десантников. Для них в 50-е годы подвиг героев Брестской крепости был таким же примером мужества, как для солдат Великой Отечественной подвиг моряков крейсера «Варяг», который в 1905 году вступил в неравный бой с японской эскадрой. Не случайно один из вариантов песни «На стены под знамя», посвященный Брестскому гарнизону, поется на мотив «Варяга». Врагу не сдаются 13 солдат, последних бойцов гарнизона. История этой песни не менее интересна, чем история самой крепости. Укрепление на месте средневекового замка было построено еще в 30-х годах 19 века. Для того времени это был солидный форпост на западной границе Российской империи. Сооружение, в основе которого лежит так называемый цитадель, это двухэтажные казармы округлой формы, толщина стен которых, кирпичной кладки, была более 2,5 метров. Укрепление было построено на слиянии двух рек и представляло собой первоначальную цитадель и пару земляных валов высотой до 10 метров. Окружность этой цитадели была около двух километров. То есть небольшая крепость. После Первой мировой войны Советская Россия лишилась части западных территорий. К началу Второй мировой, то есть к сентябрю 1939 года, Брестская крепость принадлежала Польше. И тогда от фашистов ее оборонял гарнизон под командованием генерала Константина Полисовского. Он в историю вошел тем, что героически оборонял эту крепость, хотя у него личного состава в то время было несколько отрядов, так называемых у него дивизионов, батальонов, общей численностью около двух-двух с половиной тысяч людей. Несколько легких танков, артиллерия небольшая. Героическая оборона поляками длилась практически полмесяца. То есть со 2 сентября до 14 сентября. И 17 сентября Советские войска уже по тому секретному соглашению дали приказ Советским войскам перейти границу и присоединить территорию Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии, Уковины, которая ранее, еще до 1918 года принадлежала Российской империи. Советские войска подошли к Брестской крепости в тот момент, когда там уже полностью хозяйничали немцы. И в результате мирного договора Советского Союза с Германией Брестская крепость в качестве жеста доброй воли, или как мы назовем, была передана Красной Армией, подошедшим частям Красной Армии. Менее чем через 2 года окажется, что такой подарок со стороны Германии был троянским конем. Так как в условиях начавшейся войны ни толщина стен, ни количество фортов не имели принципиального значения. Не только сама Брестская крепость, и вообще крепости, они не представляли на тот период той войны, маневренной, танковой клинью Гударьяна, большую стратегическую ценность. Танковые клинья обходили эти крепости и уже шли вглубь. И гарнизон оставался без резервов, без подвоза боеприпасов, без снабжения, без обеспечения. Естественно, вынужден был или самоуничтожаться, или выходить с боями из окружения. По разным оценкам, к ночи на 22 июня 41-го в крепости находилось от 9 до 12 тысяч человек. Вместе с ними утро войны встретил и казахстанец Владимир Фурсов. Мой отец родился в 21-м году в городе Усть-Каменогорске, в Казахстан. Но родители, как в то время было очень тяжелое, искали лучшие доли. И они буквально вот на этих, как брички, что ли, телеги были, они поехали в Киргизию и обосновались в городе Прожевальске. Детство и юность Владимир Фурсов провел на берегах Иссыкуля. Очень полюбил природу и решил стать биологом. После окончания средней школы он уже уехал в Алмату, поступил в Казахский государственный университет на биофак, биологический факультет. Откуда в 1940 году, со второго курса, уже его призвали в армию. Ну, в своих воспоминаниях он пишет, что было очень холодно, мороз, снег. Брестскую Кремль привезли сразу эшелон из Казахстана. Очень много было, так сказать, и однокашников, и знакомых. По данным, это точные данные, свыше трех тысяч человек служили непосредственно в Брестском гарнизоне. Свыше трех тысяч человек казахстанцев. Максут Ниязов, Аульбек Сабарбаев, Хаджимурад Сыздыков, Владимир Фурсов и многие другие защитники Бреста покрыли себя неувидаемой славой. Всего же на западных границах Советского Союза службу в армии к лету 41-го проходили около десяти тысяч казахстанцев. Например, в 204-м гаубично-артиллерийском полку 6-й стрелковой дивизии служил наш земляк Габас Жуматов. Вот передо мной кирпич, обгоревший, привезенный из Брестской крепости. Этот кирпич напоминает мне далекую мою юность. В самом Брестском гарнизоне держал оборону 125-й стрелковый полк. Фактически этот полк состоял из казахстанцев. Именно в 125-м стрелковом полку командовать одним из минометных расчетов стал Владимир Фурсов. А в инженерном подразделении того же полка служил сержант Кописбай Иманкулов. Мой отец Кописбай Иманкулов родился 10 октября 1914 года под Талдыкурганом. Чтобы понять, как сложилась его судьба, наверное, нужно упомянуть о том, что он из рода Тори, Ахсюет говорили, белая кость. Его отец, не отец, дед Камбар, был управителем рода Жалаир. В 1923 году родители моего отца были сосланы в Сибирь и расстреляны. И мой отец попал в детдом в Алма-Ате. В 1925 году Кописбая определили в школу для одаренных детей-сирот. В этой же школе в те годы учились, например, будущая оперная певица Куляш Басиитова и актер Камал Кармысов. После школы Кописбай Иманкулов окончил сельхозинститут и в 1939 году был призван в инженерные войска Красной Армии. Он был специалистом по укрепрайонам. Вот я не знаю, правильно ли я скажу, доты, дзоты, или может быть они... Вот я просто по детской памяти вспоминаю, что вот когда отец рассказывал, что вот они строили вот такие укрепсооружения. К 1940 году такие специалисты были особенно нужны на западных рубежах СССР. Так сержант Иманкулов попал в Брестскую крепость. Вот эта вот ночь перед 22 июня была настолько теплая, настолько погода благоухала, цвели каштаны, было тепло, и он даже в казарму не хотел идти. Бродил, гулял, наслаждался, так сказать, запахами, видами, там очень красиво, река Бук, каштаны. Четыре часа утра эта бомбежка началась, и отец вот был на дежурстве. В первые же часы штурма гарнизон крепости был лишен возможности оказывать организованное сопротивление. Многие командиры погибли, отдельные подразделения были отрезаны от других. Внезапность нападения привела к такому эффекту не только в крепости, а по всему белорусскому военному округу. Белорусский военный округ в течение одной недели после начала войны фактически был разгромлен, и руководство округа потеряло управление войсками. И вот здесь сработал тот фактор, который немецко-фашистские захватчики не знали. Героизм и мужество, суворовский принцип, каждый солдат-матрос должен знать свой маневр. Каждый вел войну против агрессора группами, подразделениями, очагами. Воевал каждый клочок земли. Воевали подвалы, воевали казематы, воевали форты. Переводчик, здесь, здесь. Объявите по радио. Все, кто спрятался, пусть выходят и сдаются. Пять суток они держались. И уже, конечно, они были... Крепость большая, они были в таком месте, где они пять суток были без воды и без пищи. На стенах грохочет, разрыва в гроза, будит под ударами камень. Сила Брестской крепости и легенда Брестской крепости не столько в толщине стен, не столько в наличии казематов, столько в беспримерном, беспроцентентном героизме ее защитников. То есть, с точки зрения Европы, с точки зрения немецкой психологии того времени, было непонятно, как можно воевать, когда уже нет смысла защищать уже. Пять суток вы одни продолжаете бессмысленную оборону. Советские войска бегут по всему фронту. Сегодня утром германскими войсками взят город Минск. 400 километров отеляют вас от войск вашей пекущей армии. Сопротивление бесполезно. Вставайтесь! Беспримерный героизм – это главная крепость, крепости, так скажем. За мной, хлопчик, за мной! Ура! 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 Вот он с саперной лопаткой, с штыком, что его поразили первая, так сказать, смерть, ну, которая произошла вследствие его, так сказать, воздействия, немца он заколал солдата штыком. Эти вот выпученные огромные глаза, ну, много раз рассказывал о том, что впечатление неизгладимое. 23 июня Владимир Фурсов получил приказ оборонять дорогу, соединяющую Брест и Минск. Ну, больше всего его поразила так называемая психическая атака, когда строй немцев идет в полный рост с автоматами, и они не ложатся, не падают, ну, только убитые падали и стреляют. Ну, мы, говорят, сначала были очень напуганы, вот эта психическая атака, она же на нервы действует, а потом уже, ну, как бы, пришли в норму и отбивали, очень много убивали. Сейчас есть архивные документы, донесения немецкого командования за где-то с 22 июня по 30 июня. За эту неделю немецко-фашистские захватчики потеряли 482 убитыми. За неделю 482, это большое количество. Учитывая, что за всю кампанию июня месяца немцы потеряли около 8 тысяч. То есть 500 человек только в Брестской крепости потеряли. Первый же день войны сержант Фурсов был контужен, а на второй день получил тяжелое ранение. В очередь из крупнокалиберного пулемета пуля попала в правое бедро, и он упал, потерял сознание. Он очнулся, когда опять выстрелы, и он увидел, что возле него сидит девочка белорусская, Анна Темчук. Я, кстати, ее видел в 65-м году, уже не девочкой. И он сказал, попросил девочка воды. Она принесла, она поила его водой и позвала мужчин из ближайшего селения. Все ближайшие селы к тому времени уже были заняты врагом. Владимир Фурсов оказался в госпитале для советских военнопленных. Там ему ампутировали ногу. Следующие три с половиной года он провел в плену. Ну что-то они делали, какие-то тапочки, говорит, ходить не мог, заставляли шить там еще что-то. В общем, что-то такое было. Но издевательства были кошмарные. Привозят бочки с чем-то белым, кричат, идите кушайте, мука. Они налетают, начинают кушать, а это гипс. В общем-то они веселились, конечно, фашисты, таким образом. Ахтунг, Иванс! Алик! Песня! Ла-ла-ла-ла! Алик! Песня! Алик! Красные советские люди! По легенде, текст песни «На стены под знамя» был создан защитниками Брестской крепости, попавшими в плен. Они пели ее не только на мотив героического варяга, но и на мелодию другой известной песни «Раскинулось море широко». А кто за отечеством мог постоять? Отечество тех не забудет! Слышал эту песню и Каписба, и Манкулов. После пяти дней боев он с товарищами предпринял попытку прорваться на восток, но попал в плен. Несколько раз пытался бежать, но без результата. Фильм же есть «Судьба человека», где Бондарчук играет, как его вот собаками травили. Отец не мог никогда этот фильм смотреть. В поле он упал, и вот отец говорит, вот этот эпизод, он абсолютно был такой, как случился у моего отца. Когда немцы докладывали о семи тысячах плененных, в принципе, эта цифра близка к истине. То есть семь тысяч попали в плен. Последние защитники Брестской крепости воевали до конца июля 1941 года. Отдельные там воины скрывались в казематах еще полгода. Спустя они производили отдельные выстрелы, сопротивлялись. В начале 1942 года в одной из наступательных операций войска Красной Армии разгромили 45-ю пехотную дивизию вермахта. Среди документов части было найдено донесение о взятии Брест-Литовска в июне 1941. Вот в 1941 году, путают, наступал не Гударьян на Брестскую крепость, наступала 45-я пехотная дивизия австрийцев. И фактически Брестскую крепость штурмовали австрийцы. Она имела уже опыт боев, так скажем, французско-польские, она уже имела этот опыт. Вражеское донесение стало первым документальным свидетельством подвига советских солдат в Брестской крепости. Новые подтверждения появились в июле 1944-го, когда Брест был освобожден от немцев. Армии маршала Рокоссовского подошли к восточному берегу реки Буг. Они освободили Брест и его легендарную крепость. Ту крепость, что в 1941-м вела смертельный бой в кольце гитлеровских войск. Владимира Фурсова части Красной Армии освободили на территории Польши. После госпиталя он послал телеграмму матери и отправился поездом в Алма-Ату. Ни он, ни его мама не знали, что в тот же день другим поездом домой приедет младший брат Владимира Георгий. Он тоже потерял ногу, но у него была левая нога, утеряна у отца правая. Мама встречала Владимира, вышел Георгий, она этого не ожидала. Она бежит к нему, кричит, Володя, Володя. Он говорит, не Володя, а Георгий. И она сознание потеряла. Мать братьев Фурсовых от радости еще долго не могла поверить в то, что в один день с войны вернулись оба ее сына. А Каписбая и Манкулова дома никто не ждал. После трех лет немецких лагерей еще два года он провел в лагерях советских. Власть припомнила бывшему военнопленному, что он происходит от снатного рода. И его сразу же забрали в лагерь, и вот его осудили. Ну, как со многими было в то время, он попал в Минусинск. Писал стихи, читал в подлиннике Гёте. Он сидел с уголовниками. Всенародным достоянием факты героизма стали после выхода в свет в 1955 году книги Сергея Смирнова «Крепость над Бугом». На основе этой книги вышла вторая книга «Брестская крепость», такая называлась. Впоследствии эта книга была по сценарию известного военного журналиста Константина Симонова, поэта, экранизирована и поставлена в фильм «Бессмертный гарнизон». С тех пор Брестская крепость стала символом не только героизма и мужества, но и памяти об ужасах войны, а также символом борьбы за мир. Пример тому – история одной фотографии, на которой запечатлен Владимир Фурсов во время визита в Брест. Эта фотография была сделана в 1961 году, то есть это 20-летие начала войны. Но обычно он ходил на протезе, то есть у него был протез. Ну, сами понимаете, лето, жарко, он уже тяжело ему был, он снял этот протез, пошел в крепость и, так сказать, его силы начали покидать, он облокотился на камне. А в это время Ананин, Михаил, фотокорреспондент, он запечатлел эту фотографию. И название фотографии, это не должно повториться. То есть вот эта фотография обошла весь мир. Автор снимка Михаил Ананин отправил его американскому художнику и борцу за мир Рокуэлл Кенту. А тот распространил ее по планете и написал Владимиру Фурсову письмо. Дорогой Владимир, я ценю ваш героизм, ваши поступки, все это не забыто, все это помнится, как говорится, будет помнится многими поколениями. Ну, такое письмо признательности. Каписбай Манкулов в 60-х годах тоже вернулся в крепость. Ветеран нашел не только каземат, в котором держал оборону, но и свой комсомольский билет, спрятанный в стене. Он искал, искал и, представляете, нашел эту стену и вот этой какой-то лопаткой, он сам ткнул этой лопаткой и нашел свой этот билет и вот этот муштук, еще что-то у него там было, и вот этот кусок кирпича, и кирпич сварился, спекся. Выживший в Бресте и немецком плену, перенесший сталинский лагерь, Каписбай Манкулов не жаловался на судьбу. Он работал в аграрной сфере и очень любил петь. У нас дома была такая традиция, вот вечером мы гасили свет и пели военные песни. И отец пел песню, которую мы не знали. Ни слов нет, и он всегда плакал. Когда вы мне написали эти слова, я вспомнила и поняла, что отец пел ту песню, которая, видимо, была нигде не напечатана, а вот только ее знали те, кто был именно там. Владимир Фурсов, сержант, защитник Брестской крепости. Родился 13 апреля 1921 года в Усть-Каменогорске. В 1940 году был призван в Красную армию. В июне 1941 участвовал в обороне Брестской крепости. С лета 1941 по 1945 год находился в немецком плену. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. Скончался 13 января 1995 года. Каписбай Манкулов, сержант, защитник Брестской крепости. Родился 10 октября 1914 года в Талдыкургане. В 1939 году был призван в Красную армию. В июне 1941 года участвовал в обороне Брестской крепости. С лета 1941 по 1945 находился в немецком плену. Награжден орденом Красной звезды. Скончался 25 января 1989 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова